То есть то, что мы чувствуем, по крайней мере, наши ощущения, это то, что мир, он изменился, и как бы всё изменилось, просто оно как бы всё подтягивается к этим переменам. И очень важно понимать, в каком периоде сейчас находится мир, и в каком периоде сейчас находится Церковь, и в каком периоде сейчас находится каждый из нас как верующий. Я бы хотел прочитать Деяния апостолов, и мы совершим молитву. Вот эта история, в 8 главе сказано следующее. Саввел же одобрял убийство, то есть там как бы умер Стефан, его побили камнями. И с того дня началось большое гонение на Иерусалимскую Церковь. И все, кроме апостолов, расселись по Иудее и Самарии. То есть, смотрите, началось сильное гонение, и остались только апостолы в Иерусалимской Церкви. У них была очень большая церковь, то есть там много людей было. И из-за того, что началось сильное гонение, то всем людям нужно было как бы… Ну, они ушли, они пошли в разные места, потому что началось гонение. То есть, в буквальном смысле люди приходили по домам, забирали людей, сажали их в темницы. И поэтому написано, что Церковь, она рассеялась. То есть, она рассеялась. И если бы брать этот пример, знаете, и посмотреть на это в целом, вот подумать, что произошло, да, то если бы любая другая организация была бы таким образом гонима, то она бы закрылась в итоге. Потому что, если это любая бизнес-структура, если приходит там какое-то гонение на нее, то, соответственно, работники рассеиваются, находятся другие работы, и организация закрывается. Но давайте посмотрим, что произошло дальше. Итак, держите этот момент. Началось сильное гонение, Церковь, написано, рассеялась. И вот, что пишется дальше. Между тем, рассеявшиеся, изгнанные из своих мест, то есть, из своих домов, из своих земель, возвещали радостную весть, куда бы они ни приходили. Итак, смотрите, мы видим, что на Церковь было воздвинуто сильное гонение. В буквальном смысле их дома забирали. Представляете, вы живете в своем доме, построили себе, работали на него, ипотеку взяли. И живете себе в доме, да, счастливые, но вы христианин. И тут в ваш дом приходят люди, и все, и вам уже домой нельзя, потому что там гонение. И вам приходится уезжать, то есть, разбегаться. И некоторые люди выбирают такой путь, то есть, путь, знаете, отстранения. Типа, ну, я как бы христианин, но как написано, что праведник видит беду и укрывается. Вот, поэтому я не буду всем говорить, что я христианин. Я буду такой, молиться, тайная комната, чтобы никто меня не трогал. Вот, но мы видим, что началось гонение, и некоторые бы люди уехали и начали бы жить своей жизнью. Но вот удивительно то, что первую церковь нельзя было остановить из-за смелости этих людей. И я думаю, что в это время, именно во время, которое сегодня мы живем, то, что должна иметь церковь, и каждый из нас, это смелость. И, ну, то есть, не глупость, да, идти на рожон, а смелость. Это разные вещи. Смелость отстаивать христианские принципы. Смелость оставаться человеком, который будет доверять Богу. Потому что в сложное время доверие требует смелости. Потому что, когда приходят трудности, нужно быть смелым, чтобы сказать, Господь, я доверяю тебе, я знаю, что ты меня не оставишь, я буду продолжать служить тебе, я буду продолжать любить тебя. В сложное время служения вообще, и люди, которые служат, которые проповедуют Евангелие, это всегда люди, которые будут отличаться. Потому что легко проповедовать, когда время хорошее. Ну, то есть, легко служить, когда время хорошее. Потому что у тебя, то есть, тылы прикрыты, и ты можешь служить. Но когда сложное время, вот тогда проверяется истинность нашего посвящения и доверия Богу. И вот первая церковь, представьте, они были гонимы. Я даже, знаете, эту картину представляю, там, мама, папа, маленький ребенок. Скорее всего, там же дети тоже были. И представляете, они гонимы, они куда-то уходят, им надо убегать. Но при этом, между тем, рассеявшиеся, изгленно из своих мест, возвещали радостную весть. Куда бы они ни приходили. Они скитались. Но при этом они оставались теми людьми, которых Бог призвал их. И Бог был с ними. И мы видим, дальше описывается история Филиппа. Филипп пришел в главный город Самарии и возвещал там о Христе. И толпы народа внимательно слушали. И, в общем, в этом городе началось сильное пробуждение. Что Филипп пришел, начал проповедовать, начались чудеса, начались знамения. И я хочу сказать, что Филипп до этого времени был известен как дьякон церкви. То есть, что такое дьякон церкви? Человек, который обслуживал столы. То есть, о нем больше ничего не описано. Если смотреть деяния другие главы, то мы можем увидеть, что там были апостолы. То есть, мы видим, апостолы там проповедовали через апостолов. Бог исцелял людей. И не описано ничего об этих людях. О Филиппе. Филипп просто занимался тем, что он решал вопросы со столами. Но когда началось гонение, мы вдруг видим, что через Филиппа Бог начинает проявлять свою силу. И я думаю, что это время, вот то, что сейчас происходит, это время, когда Бог будет поднимать Филиппов. То есть, это, знаете, такой прообраз простого человека, который ходил в церковь, любил Бога, был наполнен Святым Духом. И приходит момент, когда Бог начинает через него действовать, потому что он находится в ограниченных обстоятельствах. А в ограниченных обстоятельствах мы начинаем раскрываться. Либо мы не раскрываемся. Это уже выбор каждого из нас. Но я думаю, что Бог будет поднимать Филиппов, людей последнего времени. Людей, которые были простыми, они просто служили, они даже не думали, что Бог может через них что-то делать. Но в итоге они начинают проявлять смелость и начинают проявляться огромные чудеса. И в их жизни, и через их жизнь. И поэтому всех, кто сейчас здесь, и всех, кто нас смотрит, я хочу сказать следующее. Что в этот период время, возможно, каких-то больших собраний или, знаете, стадионов. Я недавно смешную картинку увидел, извините, отвлекусь. В общем, написано так, я всю жизнь мечтал собирать стадионы. И потом картинка строителя, который, знаете, строит стадионы, и написано, и моя мечта сбылась. Это шутка, это шутка. Но суть вот в чем, что время, знаете, я помню, где-то, может быть, лет 8 назад пророки приезжали и говорили, что время звезд, оно угаснет. Ну, то есть тех, знаете, типа одного человека, который собирает крусейды, там, и все на него приходят, оно угаснет. И настанет время, когда каждый человек, вот как написано, и залью дух на каждую плоть. Настанет такое время, когда Бог будет действовать через простых людей, но он будет действовать необычным образом. И я думаю, что как раз вот это время и пришло сейчас. Время, когда Бог будет брать нас, обычных людей, и действовать через нас могущественно. И время вот этих вот, типа, там, стадионов, знаете, те люди, которые там всю свою жизнь ложили, чтобы собрать какой-то стадион, и шли по головам, вот, оно закончилось. И это прекрасно, потому что сейчас время, когда каждый человек может осознать свою важность и ценность перед Богом, и Бог может через него могущественно действовать. И это прекрасное время. То есть можно посмотреть и сказать, время плохое, но оно не плохое, оно прекрасное. Потому что сейчас мы увидим, как Бог будет поднимать дары, то есть как Он будет высвобождать сильных служителей, как Он будет поднимать простых людей, которых мы, возможно, не слышали, но Он будет их поднимать. И это будем мы с вами, вот. И это чудесно. И что может быть лучше, чем быть волей Божьей, чем видеть, как Бог проявляется через нашу жизнь? Что может быть лучше? Хуже это, когда, знаете, ты живешь своей обычной жизнью, работаешь на своей обычной работе, ходишь там иногда в церковь. Вот это как бы такое посредственное теплое христианство, это давайте оставим там, где были лучшие времена. Наше лучшее время, вот именно сейчас, время видеть проявление Божьей славы через нашу жизнь. О, Иисус, спасибо тебе. Я хочу сказать, мы увидим очень большие чудеса. Я вам серьезно говорю, в сложное время, во время ограничений Бог проявляется очень сильно, то есть очень могущественно. Давайте помолимся об этом. Отец, мы благодарим тебя, что вот мы простые люди, но мы не простые, потому что у нас есть ты. То есть у нас ты дал нам Дух Святой, чтобы сделать нас необычными людьми. И поэтому спасибо, что мы живем во время Филиппа, во время простых людей, которых ты будешь использовать непросто, обычных людей, которых ты будешь использовать необычно. Спасибо тебе, что мы будем видеть огромное, ну, большое проявление твоей силы через нашу жизнь. Через то, то есть вот через то, что ты будешь делать в нашей жизни, мы будем видеть огромные чудеса. И поэтому я молюсь о каждом из нас, о всех, кто нас смотрит. Я прошу тебя, просто вложи в наши сердца понимание, что это время, это не худшее время, это лучшее время для того, чтобы видеть твою славу. Это лучшее время, чтобы видеть проявление твое. Это лучшее время, чтобы слышать твой голос. Я молюсь, чтобы ты ободрил всех людей, кто смотрит на нас сейчас, всех, кто здесь. Просто вложи в наше сердце радость. Радость от того, что это время церкви. Это настоящее время пробуждения. Время, когда мы можем видеть твое могущественное проявление. Потому что когда мир плачет и стинает, ты посылаешь людей для того, чтобы утешать и чтобы действовать через них. И поэтому наша молитва заключается в следующем. Мы говорим, вот мы, Боже, вот я, я прошу тебя, в это время я не хочу отступать, я не хочу поддаваться унынию, я не хочу быть как люди этого мира. Я говорю тебе, вот я, и я верю, что в этом времени ты явишь еще больше славы, чем было до этого в моей жизни. Я увижу такие чудеса, которые я не видел до этого. Я увижу вмешательство твое, как я не видел до этого, в своей жизни и через свою жизнь. И поэтому спасибо тебе, что ты будешь действовать. Я благодарю тебя, я славлю тебя, и я верю, что это будет происходить сейчас и все это время. Спасибо тебе. Аминь. Слава Иисусу. Давайте Господу поаплодируем. Спасибо, Иисус. Спасибо. Мы люди твоего присутствия. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо тебе. Спасибо. Аминь. Итак, будьте готовы к тому, что Бог сейчас начнет говорить к вам что-то. Будьте готовы, что сейчас Бог начнет давать вам сны и видения. Бог будет что-то в вашем сердце поднимать, какие-то желания. То есть будьте готовы, что это время, когда Бог очень близко к нам. Потому что я думаю, что как раз, знаете, раньше, возможно, было время, условно, бизнесменов. Или время денег. Люди гнались за этим. Сейчас время церкви. Сейчас люди будут искать выход. Сейчас люди будут искать надежду. И поэтому сейчас наше с вами время, оно как бы наступило. И у нас есть все, чтобы помочь этим людям. Есть все, чтобы, знаете, ответить на вопросы людей. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok